В Табуре есть Ор Пнеми, Ор Маким и Маким, и там есть свое ударение, бетуш. Когда Ор Пнеми, он знает, что это максимум, что я могу получить, а Ор Маким говорит, получи еще. Смотри, сколько творится, что хочет дать тебе, сколько отдачи любви, и исходя из этого потом продолжение. Почему вот этот расчет, он уже не делает в РОЖ? Он не может, он не получил. Еще раз, мы это дискретные действия, все относительно данных, данных таких, отрывочных, есть-есть, нет-нет, 1-1, 0-0, 0-1. Да, но в РОЖ, я знал, что я могу получить 20%. В РОЖ он принимает решение, что он по нему привлечет 20%. И теперь у него есть возможность получить. То есть ему придется получить 20%? А про потом он не знает. Он ничего не знает. Он знает, что сейчас я могу получить 20%. Что будет потом, меня вообще не волнует. Поймите, как работает в духовном, чтобы у нас это было то же самое. Меня не волнует, что будет потом. Если сейчас я могу отдать на 20%, я отдаю. И скажете, для чего, почему? Нет ничего подобного, иначе это не духовное. Даже если 0-0-0-0-1%, но если я могу отдать и не отдаю, это преступление. Это значит, я нахожусь в клепе. Что происходит по поводу 80 дополнительных процентов? Это не волнует меня. Не знаю. Мне не важно. Еще раз говорю. Поймите ход мыслей. Сейчас я могу отдавать. Насколько я могу. Просто я это делаю. От всего сердца, изо всех сил. Я борюсь за это, будто это вся реальность, весь мир. Как вдруг это в таборе происходит? Что? Как вдруг в таборе эти 80% заставляют меня изменить решение? Ну так я же, я это делаю. Я уже все выразил себя. Я воспользовался всем желанием получать. Всем светом, который ко мне пришел. Получил его ради отдачи. Я завершил действие. До конца. Теперь, именно сейчас проявляется то, что появилась возможность сделать что-то еще. А я говорю, нет возможности. Потому что Ор Ешар что сейчас делает? Или как Ор Макив. Что он говорит? Продолжай получать. Ты получил ради отдачи? А сейчас начни получать ради получения под табором. Давай вперед. У тебя еще 99.9% высшего света. Что ты с ним будешь делать? И вот тогда я, как сокращение, я выгоняю свет и говорю, я буду настаивать на своем. Я продолжаю состояние, хочу прийти и ничего не получать. Почему? Потому что давление Ор Макив на табор нестерпимо. Невыносимо. Да, верно. После того, как я выполнил действие получения, я получил 1%, допустим, прямого света внутрь, как Ор Пнеми. А 99% остались снаружи, и я уже ничего не могу поделать. Я стою перед проблемой. С одной стороны, у меня слабость под табором, желание получать под табором. Оно пусто. С другой стороны, замысел творения я не достиг. Замысел творения получил только 1%. И тогда Ор Макив давит «получи». Все, что хочешь, и хозяину не важно, как. Главное, получи. И так далее. Я для того, чтобы устоять, удержать свое решение, укрепить свое решение, которое было раньше, с сокращением, экраном, действием в рожь, в Гальгальте, я обязан изгнать весь свет, вернуться назад к состоянию, чтобы не получать ничего. Но сейчас, когда я возвращаюсь к Педагальгальтам, чтобы ничего не получить, это все-таки все, что я получил, я уже получил. Это как те деньги, которые переносят, как кружка из казны царской. Уже это сделал. Это уже записано. Этим я уже ответил хозяину. Вернул ему. Уже есть часть в нем. И сейчас есть рожь Гальгальте, и тох Гальгальте, и они уже мои. Я ими подобен Творцу. Этим я уже нахожусь в духовном мире. И теперь я продолжаю. Что бы ни было, это не исчезает. Никогда. КОНЕЦ